ключевой материал газеты одинцовской недели сегодня действительно касается ключей самых настоящих ключей от квартир их наконец получили счастливые переселенцы переживающий из аварийной пятиэтажки больших веземах микрорайон высокие жаворонки тема пока не исчерпана поскольку в нашем округе еще 43 ветких дома предстоит расселить работы для котиков которых новоселы пускают новое жилье первыми просто не в проворот федеральные новости в россии предполагается запустить программу долгосрочных сбережений граждан которые планируются вложить в российскую экономику любой желающий сможет получить статус инвестора с 1 января 2024 года главное чтобы сбережения имелись а вкладывать есть куда по крайней мере в московской области где индексы промышленного производства показали последнее время существенный рост более чем на 11 процентов увеличивается производство продукции металлургии транспортных средств электроники и оптики производства дают налоги а налоги надо куда-то потратить почему бы не на приобретение путевых детские оздоровительные лагеря и обустройство инфраструктуры отдыха лесных туристических троп причем налоги еще и вернуть можно хотя бы в той части которую вы израсходуете на занятия спортом как это сделать читайте в нашей газете но к сожалению налоги платят не все эта тема обсуждалась на планеркой в администрации оденцовского городского округа 20 миллионов рублей недоплатили бюджет владельцы недвижимости а еще на планерке обсудили тему незаконных свалок и подвели итоги очередного учебного года количество золотых медалистов и стубальника в округе существенно подросло газета наша носит название по столице муниципального округа но имя звенигорода столицы древнерусского княжества не сходит с наших страниц тем более что поводы для это очень достойные так в городе заканчивается строительство новой школы в микрорайоне восточный кроме того наши газеты рассказывает о том как округ отметил день семьи и как замечательно и продуктивно работает янцовский центр культурного развития а это ансамбли клубы оркестры благодаря которым жизнь становится интереснее казалось бы школьники ушли на каникулы но на самом деле школьная жизнь не затихает и летом для детей работают лагеря дневного пребывания которых очень интересно весело и познавательно можно провести время образовательные центры флагман и юната звенигорода занимающийся в кружке при знаменитой биостанции мгу рассказывают о событиях этого лета о своих приключениях и научных открытиях а поисковый отряд китиш летом проводят работы по обустройству и поддержанию необычного памятника истории настоящей партизанской базы во времена великой отечественной войны принявший свой последний бой с превосходящими силами гитлеровских захватчиков подобный объект для подмосковья уникален и поисковики хотят поставить его на государственную охрану в лесах между тем пошли ягоды свидетельство этому многочисленные фотографии лесных трофеев которые жители нашего округа выкладывают соцсетях земляника и лесная малина точно уже есть а знатоки утверждают что в наших краях подмосковья можно набрать и брусники и клюквы и голубики и черники просто места надо знать о происшествиях на этот раз произошел довольно крупный пожар немчиновки где рядом с местным отелем немчиновка парк загорелось здание тушение было сложным заняло 6 часов но к счастью пострадавших нет а травматологом одинцовской областной больницы пришлось извлекать из ноги младого парня внушительных размеров гвоздь попал он туда из случайно сработавшего строительного пистолета врачи обработали рану пострадавший проходит лечение амбулаторно а на этом все коллектив газеты одинцовская неделя приступает к подготовке следующего не менее интересного номера который вы всегда сможете взять совершенно бесплатно из наших фирменных стоек ну или прочитать в интернете вот наш адрес